Мы отодвинули две доски забора, окружавшего двухэтажное здание, и ступили по щиколотку в грязь. Мы. Это Михаил Александрович Чернышов, Олег Борисович Эллинский и я, только что нанятый художником в студии телевидения. Мы заглянули в огороженную четырьмя высоченными стенами глубокую яму. Вот здесь будет большая студия. В ней стояли никогда не виданные мною две телевизионные камеры. Через эти камеры передаются изображения. Сказал Эллинский, крутанул длинную ручку, камера взвелась вверх, крякнула и сломалась. Так начиналось в Горьковской телевизии. 7 июня 1955 года исполнительный комитет Городского совета депутатов трудящихся принимает решение о финансировании строительства телецентра. Документы о первом упоминании, об идее создания и до современного комплекса хранятся в Нижегородском архиве. Федерация деньги не выделяет, а телевидение и нужно. Исполком Горсовета решил, первое, выделить из отчислений по районной промышленности, каких отчислений, на жилищное, культурно-бытовое строительство, благоустройство районных центров, из этих денег взять на финансирование строительства телевизионного центра 1 миллион рублей. И второй пункт. Обязать заведующего горфиноотделом товарища Киселева в срок до 20 июня внести ряд предложений об изъятии из районов соответствующих сумм отчислений. Деньги ведь ниоткуда не берутся из воздуха. Их надо было у кого-то забрать. Телецентр выстроили за два года. В августе формирует штат. Директор, шофер, оператор, машинистка, режиссер. Зарплаты на 1957 год были достаточно высокими. 1500 у главного режиссера, 770 рублей у уборщицы. И первый эфир 29 сентября. Телевизоры есть не в каждой квартире. Посмотреть программы Горьковского телевидения собираются у друзей. Что смотрели? Новости, телевизионные концерты, спектакли, художественные фильмы. Программу передач можно было купить за 25 копеек. Здесь же печаталась самая важная информация, как наладить антенну для передачи сигнала почти в каждом номере. Прошло каких-то 60 лет, а кажется, что целая вечность. Программы мы смотрели из таких телевизоров. Сегодня в Нижнем Новгороде открылся историко-информационный центр, где есть все, с чего начинали. Этот музей на самом деле открыт для любых гостей. То есть, те, кто так или иначе заинтересуется, оказывается, видят, могут зайти в будний низ 9-18 часов. То есть, формально находясь на территории закрытого телецентра, как мы с вами знаем. Но вот реально тут есть специальный вход, когда чуть-чуть на территорию телевидения можно попасть. Раритетные радиопередающие оборудование, первые приемники и телевизоры приносили телезрители. Причем большинство экземпляров находятся в рабочем состоянии. Ксения Дорина, Михаил Городников, Объективно, ННТВ.